Здравствуйте, уважаемые коллеги! Важных, сложных заболеваний – это хорея Гентингтона. И я очень рада сегодня приветствовать в нашей студии моих коллег, я бы сказала, друзей, коллег, специалистов по изучению и ведению пациентов с хореей Гентингтона. Это Клюшников Сергей Анатольевич, ведущий научный сотрудник научного центра неврологии. Это Сильвертов Юрий Александрович, научный сотрудник центра неврологии. В общем-то, в центре неврологии достаточно давно вы начали собирать, на вас стало аккумулироваться пациенты с этим заболеванием, с хореей Гентингтона. И очень мне приятно сегодня видеть в нашей студии Третьякову Марину Николаевну, директора фонда «Редкие люди». И мне хочется, чтобы мы сегодня поговорили не только о клинике, о симптомах заболевания, но и затронули тоже достаточно важный аспект ведения пациентов. Это, собственно, пациентское движение, пациентская организация в помощь пациентам, социальная, скажем так. В связи с этим первый вопрос, Сергей Анатольевич, наверное, будет вам, потому что мне вот очень интересно, вы глубоко так этим занимаетесь, в литературе можно встретить очень по-разному называть болезнь Гентингтона, хорея Гентингтона, Хантингтона. Как же правильно? Скажите, пожалуйста. Можно говорить международный термин, англоязычный термин, потому что Джордж Гентингтон в 1872 году описал это заболевание, будучи 22-летним выпускником, начинающим доктором. Он сделал такое, можно сказать, всеобъемлющее первое описание и опубликовал его в филадельфийском медицинском хирургическом вестнике. Его звали Джордж Хантингтон, как я уже говорил, англоязычный термин. Но в нашей литературе принято говорить в медицинской среде болезнь Гентингтона. Это устоявшийся термин, да, устоявшийся термин, есть много аналогий, подобная вот медицинская устоявшаяся терминология, поэтому мы предпочитаем именно это название. И не хорея Гентингтона, а болезнь Гентингтона. То есть все-таки правильно, когда мы пишем заключение, писать болезнь Гентингтона, а не хорея Гентингтона. Да, потому что хорея – это очень яркий такой симптом, яркое внешнее проявление заболевания. Ну вот, здесь видео приведено на данном слайде. Хорея – пляска, танец в переводе с греческого языка. Все знают такой термин, как хореография. Вот, пожалуйста, да, пляска, хореография. И, наверное, надо здесь заострить внимание на том, что такое хорея, потому что доктора, которые специально не занимаются двигательными расстройствами, они, конечно, ну, им достаточно бывает сложно отличить хорею от других гиперкинезов. Я хочу сказать, извиняюсь, что перебиваю, я когда увидела первого пациента с хореей, это был дебют хореи, я сначала даже не поняла, что я увидела. То есть здесь, конечно, насмотренность, наверное, да, вообще в отношении двигательных расстройств, вот это вот, я не знаю, как правильно назвать, насмотренность или как… Набить глаз. Набить глаз, да, это очень важно, на мой взгляд, да? Ну, посмотреть, да, сначала единицы, потом десятки пациентов, сотни, в общем-то, диагноз уже ставится часто на развернутой стадии заболевания, вот пациент к нам с порогой, в общем-то, приходит, и во многом мы уже можем сказать… Вы уже видите с порога, да. А что делать врачам, которым только, фактически, они с порога еще не видят? То есть какие есть характеристики, ну, вот как раз, наверное, видео вы покажете. Что такое хорея? Да, что это одна из разновидностей экстрапирамидных гиперкинезов. Гиперкинез – избыточное движение, да, две есть градации, вот экстрапирамидных нарушений, одна градация – это брадикинезия, ригидность, то, что свойственно болезни Паркинсона, и другая, другая сторона – это вот экстрапирамидная гиперкинеза. Их много, наиболее часто из них – это тремор, тики, хорея, дистония и так далее, миоклония – наиболее быстрая гиперкинеза. Вот хорея – одна из разновидностей экстрапирамидных гиперкинезов. Ну, скажем так, он средний по скорости, средний по скорости вот в этой градации гиперкинезов. Характеризуется, как и все гиперкинезы, непроизвольные, движения отрывистые, беспорядочные, нерегулярные. И, что важно, эти движения возникают беспорядочно в различных сегментах, отделах тела, при вот генерализованном, соответственно, при генерализации процесса. Может быть, конечно, этап, когда гиперкинеза еще локализуется в какой-то части, скажем, гиперкинезомимической мускулатуры хореической или гиперкинез легкий, может быть, дистальных отделов, конечности верхних или нижних. Есть какая-то особенность, что начинается, например, с лица, распространяется? Или может начаться с руки, например, с ноги? Да, но, как правило, все-таки при болезни гентингтона гиперкинезы уже имеют тенденцию генерализации. То есть мы смотрим на приеме пациента с начальной стадией заболевания и видим, что периодически легкий гиперкинез, скажем, кисти левой руки, потом, допустим, в стопе, может быть, левой или правой, потом, допустим, угол рта поехал в сторону. То есть это уже генерализация. Самые разнообразные сегменты, причем зоны несмежные, несмежные организмы. Вот эта беспорядочность, нерегулярность, различная амплитуда, интенсивность, это характеризует как раз хорею. Они наблюдаются в покое, они усиливаются при произвольных движениях. Они часто значительно усиливаются, когда пациент волнуется, какая-то психоэмоциональная нагрузка. И при некоторых наших функциональных пробах, например, когда идет двигательная нагрузка, мы просим пациента сделать вот такую мозжечковую пробу, ходьба приставным шагом, пятка-носок, носок-пятка. И вот в это время, допустим, если мы пациента смотрим и видим гиперкинезы легкие, иногда бывает, они усиливаются в значительной степени. Достаточно выраженная двигательная нагрузка. Вот это такой очень важный такой... А если давать тесты на отвлекаемость, тоже усиливают или нет? Ну, надо сказать, тесты на отвлекаемость, они, как правило, не влияют. Вот, допустим, если вот, мы знаем, психогенные гиперкинезы часто, когда отвлекают внимание, они, наоборот, нивелируются, уменьшаются в интенсивности здесь. В общем-то, они по-прежнему имеют место. Другой вопрос, если пациент расслабился немножечко, успокоился, не реагирует на белый халат, допустим, доктор вошел в доверие к пациенту, он может немножечко вот эта выраженность гиперкинеза уменьшиться. Но, тем не менее, они не исчезают полностью, их невозможно подавить произвольным усилием. Это важно. Это навязчивое движение, непроизвольное гиперкинеза. Они охватывают практически все мышцы. Мышцы лица могут охватывать мышцы глотки, гортани, диафрагму. Соответственно, появляется, может, такое прерывистое дыхание даже быть. Мышцы туловища, конечностей. Ну, и при осмотре характерно, что, как правило, это сопровождается, как правило, говорю, не всегда, потому что зависит от стадии заболевания, сопровождается мышечная гипотония, и пациент не может удерживать определенную позу длительное время. Ну, и родственники обычно пациентов отмечают, что во сне эти гиперкинезы прекращаются. Вот, собственно, это такая клиническая характеристика, что такое хорея. Главный симптом этого заболевания. А скажите, пожалуйста, Сергей Анатольевич, когда мы говорим, если мы говорим о форме, которая сопровождается гипокинезией, то есть она там начинается все-таки с одной стороны или с двух сторон, то есть как там прогрессируют симптомы? То есть мы говорим о кинетико-регидной форме, да? Ну, надо сказать, что в отличие от болезни Паркинсона классической, как правило, тоже нет латерализации симптомов. Обычно симптомы билатерально, то есть с двух сторон возникают, и, собственно, эти формы характеризуются, мы дальше немножечко, наверное, покажем некоторые клинические примеры и видео этих пациентов. Эти формы начинаются либо имеют раннее начало, даже в детском возрасте, подростковом возрасте, детском возрасте, и изначально имеют характер братикинезии, ригидности, либо происходит трансформация заболевания. При длительном течении заболевания гиперкинетическая форма переходит в форму акинетико-регидную. При длительном течении, когда, собственно, заболевание генерализуется, захватывает все больше и больше отделов головного мозга, все больше и больше гибнет нейронов, и вот развивается вот такая тяжелая картина акинетико-регидной формы заболевания. А в структуре тех больных, которых вы наблюдаете, примерно процентное соотношение гиперкинетической формы акинетико-регидной, какое? Ну, у нас, наверное, я думаю, процентов 90 все-таки гиперкинетические формы, что, собственно, и дает основания говорить, что это именно хорея гентинктона. Сергей Анатольевич, мы перешли сразу к хореи, а мне хотелось бы все-таки, чтобы вы рассказали, как вообще вы начали заниматься хореей, как первые пациенты, как это исторически у нас, в нашей стране складывалась история развития, изучения этого заболевания. В нашей стране одним из пионеров изучения этого заболевания был институт неврологии, так его называли во времена Советского Союза, ну и сейчас нередко называют именно как институт неврологии, сейчас научный центр неврологии. Инна Георгина Инсарова, сотрудница нейрогенетического отделения, еще в 1971 году защитила кандидатскую диссертацию по этому заболеванию. Собственно, она была одним из наших пионеров, отечественных неврологов, скажем так, гентинктонологов по изучению этого заболевания. У нее была большая выборка пациентов, несколько десятков пациентов, и она сделала работу по изучению биохимических особенностей патогенеза данного заболевания. Потом в дальнейшем был этап накопления клинических случаев заболевания, наблюдения. Ну и, наконец, после идентификации гена в 1993 году начался новый этап, уже молекулярно-генетический заболевания. Да, думаю, об этом мы чуть позже более подробно поговорим. Ну и, в общем-то, надо сказать, исторически вот как раз изучение этого заболевания нашей стороне неврологами концентрировалось именно в научном центре неврологии, бывшем институте неврологии. Почему заинтересовались этим заболеванием? Ну вот, как видно на этом слайде, выяснилось, что болезнь гентингтона это фактически модельное нейродогеративное заболевание. В свое время считалось, что это очень редкое заболевание. Помню, я в свое время учился в интернатории у профессора Владимира Алексеевича Карлова, известного нашего эпилептолога, и на кафедре показывали нам пациента с болезнью гентингтона. Он говорил, смотрите внимательно, возможно, вы вот первый и последний случай видите этого очень редкого заболевания. В настоящее время выяснилось, что, к сожалению, этих пациентов очень много. Но болезнь гентингтона все равно входит в орфанные заболевания. Да, оно входит в орфанные заболевания. Значит, частота, как здесь показано на слайде, в среднем получается от 4 до 10 случаев на 100 тысяч, это по Европе. В Соединенных Штатах примерно столько же по распространенности. Но вот если посчитать общее количество, то вот, например, в США, которые имеют, ну, такой, в общем-то, национальный регистр этого заболевания, около 30 тысяч больных на население. У них превышает сейчас 300 миллионов. И более 200 тысяч лиц из группы риска, то есть родственников, пациентов, которые могут унаследовать это заболевание. Большое количество пациентов в Южной Америке, более 20 тысяч больных. В Азии реже встречается. В России пока что у нас регистр не создан. Но по оценкам, по нашим оценкам, ну, и по оценкам наших коллег из некоторых регионов, не менее 10 тысяч больных должно быть в России. Только симптомных? Да, только симптомных. А есть еще асимптомные пациенты, лица из группы риска, которые могут унаследовать это заболевание. Ну, вот если посмотреть на этот слайд, слева мы видим магнитно-резонансную томографию головного мозга человека здорового. И вот красными стрелочками здесь обозначены хвостатые ядра. Это часть полосатых тел, экстрапирамидных образований нашего головного мозга. А слева мы это видим. А справа, вот здесь головной мозг пациента, который давно болеет, свыше 10 лет. И мы здесь видим тотальную атрофию. Тотальная атрофия практически всех отделов головного мозга, не только подкорковых структур. То есть это действительно мультисистемное поражение головного мозга. Заболевание отличается неуклонно прогрессирующим течением и, соответственно, приводит к инвалидизации и в дальнейшем к обездвиженности, необходимости постоянного постороннего ухода. Психические нарушения одновременно с гиперкинезами развиваются или нет? Психические нарушения могут развиваться одновременно, могут и опережать. Кстати, у нас много случаев есть. Бывает так, что эти пациенты наблюдаются у психиатра с каким-то другим диагнозом, а потом оказывают? Да, бывает, что и умирают с другим диагнозом. Диагноз шизофрения ставится или еще какая-то психическая патология. Но есть какие-то, может быть, такие флаги, которые позволяют все-таки психиатрам заподозрить, если нет гиперкинеза или нет? Или все-таки очень трудно? Когда у пациентов уже развернутая клиника психопатологическая, то все-таки уже двигательные расстройства, как правило, должны быть какие-то. Конечно, нашим коллегам-психиатрам тяжело в этом плане. Все-таки они занимаются немножечко, у них другой объект интереса. Я думаю, что здесь, конечно, им нужно консультироваться с неврологами, показывать этих пациентов и анализировать особенности действительно психопатологического синдрома. Потому что мы сталкивались с тем, что пациентам ставят, скажем, диагноз шизофрения или какой-то параноидальный синдром. Но по структуре психопатологических расстройств это никак не шизофрения. Мы знаем хорошо, что при шизофрении все-таки основные проявления аутизм и, собственно, то, что и составляет структуру заболевания, вот это расщепление ядра личности. А у этих пациентов, наших с болезнью Геттингтона, этого не развивается. Там просто идет распад личности. Распад личности, развитие апатии. Бывают, конечно, достаточно часто это сопровождается галлюцинаторным рядовым синдромом, который во многом отличается от того, что бывает у пациентов с шизофренией, с такими расстройствами. Характерен абсциссивно-компульсивный синдром для этих пациентов. Ну и все это, как правило, бывает развивающееся в преморбиде или в дебюте заболевания депрессией. Депрессия у этих пациентов, по-видимому, на определенном этапе у 100% депрессивный синдром. Может быть и большое депрессивное расстройство, может быть и такая какая-то маскированная субдепрессия. Но депрессия, к сожалению, для этих пациентов очень характерна. И надо сказать, что нередко на фоне таких аффективных расстройств у пациентов бывают суициды. Примерно по литературе порядка 10-15% пациентов были попытки суицидальные. Так что это для этих пациентов свойственно. Вы на приеме, когда ведете таких пациентов, вы, естественно, должны это оценивать и, соответственно, как-то корректировать. Да, конечно. Вы ведете их сами или все-таки привлекаете психиатров? Психиатров, конечно, привлекаем. Хотелось бы, конечно, чтобы они активнее привлекались. Как выяснилось, это общая проблема не только у нас, но и у наших зарубежных коллег. Как-то мы в отрыве действуем. То есть фактически это должна быть такая, можно сказать, будь и дисциплинарная бригада. Потому что, конечно, без психиатров бывает достаточно сложно. Для этих пациентов еще бывает в структуре аффективных нарушений для этих пациентов свойственны проявления агрессии по отношению, как правило, к окружающим. Иногда объектами являются близкие люди. Конечно, это приводит к нарушению качества жизни родственников, семьи. Да, это очень большая проблема. И здесь, конечно, помощь психиатров для нас просто необходима, конечно. Юрий Александрович, вопрос вам. А с чем связан патогенез заболевания? То есть вот расскажите, достаточно, с одной стороны, сложен, и с другой стороны, там это все вроде бы понятно, да? Ну, если говорить в общей концепции, болезнь гентинктона является генетически обусловленным состоянием. Наследственным заболеванием с аутосомно-доминантным типом наследования. Это означает, что есть вероятность 50% для каждого из детей больного человека унаследовать данное заболевание, если кто-то один из родителей болен. Соответственно, само заболевание связано с мутацией в гене белка гентинктина. Этот ген есть у всех людей, и он располагается на четвертой хромосоме. Как раз в 80-х годах стало понятно, что этот ген располагается на четвертой хромосоме. Как сказал Сергей Анатольевич, в 93-м году уже ген был клонирован, то есть было выяснено точное расположение этого гена на четвертой хромосоме. Биологи интинктин, который кодируется этим геном, до сих пор неизвестно о его полной спектре его функций, но известно, что он очень важен, критически важен в развитии нервной системы в эмбриональном периоде, и это тот период, когда он наиболее активен. По всей вероятности, он, тем не менее, активен и уже во взрослом возрасте, и в детском возрасте, но, видимо, не настолько критичен, потому что на текущий момент один из подходов в плане экспериментального лечения болезни генетинктона – это как раз торможение образования мутантного генетинктина. Соответственно, в данном гене есть один участок, в первом экзоне гена генетинктина, участок, где несколько букв генетического кода ЦАГ повторяются много-много-много раз. Как на слайде, да? Да, и, соответственно, мы здесь как раз видим, что в норме этих ЦАГ-повторов должно быть, как правило, где-то до 27 у людей, у которых нет мутации болезни генетинктона. Соответственно, если их 27, от 27 до 35, это тоже еще вариант нормы, но это тот спектр, тот разброс ЦАГ-повторов, числа ЦАГ-повторов, при котором этот участок полиглутаминовый, так называемый, нестабилен, и, соответственно, при быстром, при частом делении клеток, например, когда образуются сперматозоиды, число ЦАГ-повторов может увеличиваться. Соответственно, например, стать уже не 28, как у исходной клетки, а, например, 35 или 36. И, собственно говоря, это лежит в основе, такая нестабильность ЦАГ-повторов в этом спектре, в спектре 27-35, лежит в основе образования новых мутаций. И когда ЦАГ-повторов становится 36, это уже критический порог, что называется, при котором нарушается уже структура образуемого белка генетинктина. ЦАГ, этот треноклеотидный повтор, кодирует аминокислоту глютамин, и в белке генетинктина есть полиглутаминовый тракт. Соответственно, когда уже 36 ЦАГ-повторов, этот полиглутаминовый тракт, удлиненный, избыточно удлиненный, как мы здесь видим, он приводит к нарушению конформации структуры белка генетинктина, и функция этого белка начинает изменяться, он уже не выполняет свою функцию в должной мере, и, кроме того, он имеет тенденцию к слепанию, к агрегации и к накоплению в нейронах. Соответственно, накопление мутантного генетинктина в процессе жизни, в течение жизни, приводит к тому, что клетки, в которых он накапливается, гибнут. И в первую очередь к накоплению мутантного генетинктина чувствительные клетки базальных ядер, и в особенности полосатого тела, куда входит скорлупа и хвостатое ядро, и это те структуры, которые подвергаются атрофии в первую очередь. Соответственно, даже у асимптомных носителей мутации болезни генетинктона, где-то за примерно 5-7 лет уже до предполагаемого дебюта двигательного, мы можем на МРТ видеть тенденцию к атрофии головок хвостатых ядер. На данном слайде на МРТ мы видим уже выраженную атрофию хвостатых ядер из скорлупы, и, соответственно, рядом видны патоморфологические препараты. Наверху приставлен головной мозг у пациента с болезнью генетинктона, и внизу для сравнения мозг человека без данного заболевания. А сверху мы видим фотографию микропрепарата, это нейрон с включением как раз вот этого мутантного генетинктина, который накапливается в виде таких глыбок. Важно, что, поскольку хвостатые ядра из скорлупа – это те участки головного мозга, которые участвуют не только в контроле движения, но и в контроле наших эмоций, нашего поведения, наших желаний, нашей памяти, то есть, по сути дела, практически всех наших высших функций, именно эти функции начинают медленно изменяться по мере прогрессирования заболевания. И если формально за дебют болезни генетинктона принимается момент появления двигательных нарушений, в принципе, в реальности мы нередко видим, что, как вот как раз сказал Сергей Анатольевич до этого, недвигательные проявления субклинической депрессии, тревожный синдром, раздражительность, как будто бы забывчивость какая-то или абсцессивно-компульсивный синдром могут предшествовать двигательным нарушениям. А в ряде случаев выходить на первый план, и как раз по этой причине пациенты попадают сначала к психиатрам, нередко, если это дебют с психоза, например, острова, то могут назначаться нейролептики, которые при длительном применении приводят к поздним дискинезиям, хориоформенную, которые напоминают хорею, но поскольку они расцениваются как неживательная реакция от применения нейролептиков, ну вот эта вот настороженность в отношении диагноза болезни генетинктона, она не такая высокая. И если тщательно не выяснять семейный анамнез, ключей к верному диагнозу может не быть. И кроме того, важно, что по мере течения болезни начинают страдать не только базальные ядра, но и кора головного мозга, и, соответственно, это приводит к прогрессирующим когнитивным нарушениям и, в конечном счете, деменциям. Другой вопрос в том, что набор психопатологических нарушений, он у каждого пациента свой, даже в рамках одной семьи, у разных членов семьи проявления могут отличаться. И, безусловно, потенциальный спектр нарушений очень широк, но это не обязательно, что все они будут у одного и того же человека. Такое многообразие проявлений даже в рамках одной семьи достаточно часто. Юрий Александрович, а какие есть еще клинические проявления, важные, на которые тоже, наверное, стоит обратить внимание? Одно из проявлений очень действительно важных с позиции, в том числе ведения пациентов, является прогрессирующее снижение массы тела, которое может проявляться на разных этапах заболевания, нередко это очень сложно корректировать, даже несмотря на изменения в диете, повышение калорийности питания, на применение ряда лекарственных препаратов, которые могут способствовать повышению массы тела. И это важный аспект, который необходимо мониторировать при лечении пациента с болезнью генетингтона. Но, к сожалению, иногда это очень сложно поддается лечению. И вот на данном слайде мы видим фотографию пациентки как раз из Венесуэлы. Это район озера Маркайба, где очень много живет пациентов с данным заболеванием. Там распространение с нескольких тысяч на сто тысяч населения. И, собственно говоря, изучению именно пациентов, проживающих на этой территории, удалось собрать достаточно данных генеалогических и генетических, соответственно, собирая образцы крови, для того, чтобы выявить, корректировать этот ген генетингтина. И мы видим, что за 13 лет при отсутствии должного лечения пациент буквально сгорает, и он погибает не от самой болезни генетингтона, по сути дела, от осложнений, которые могут включать в себя кохексию, которые могут включать в себя падение из-за выраженных двигательных нарушений, обездвиженности, как следствие, например, пневмонии или, например, аспирационной пневмонии из-за нарушения глотания. То есть это очень широкий спектр потенциальных других расстройств, которые необходимо контролировать, например, в которых необходимо активно расспрашивать людей. На самом деле, включая суицидальные идеи и суицидальное поведение, потому что нередко люди сами не рассказывают про эти мысли. Да, очень трудно выявить. Да, и родственники нередко не в курсе про то, что у людей есть суицидальные идеи или, возможно, были уже суицидальные попытки. И на текущий момент известно, что следует активно спрашивать пациентов насчет наличия суицидальных идей, суицидального поведения. И это не способствует индуцированию их к этим действиям, а наоборот, помогает раньше выявить эту проблему и решать ее. То есть не надо бояться задавать эти вопросы. Да, это очень важный момент. Здесь, на самом деле, я хочу еще показать несколько видео с пациентами, которые демонстрируют спектр двигательных расстройств потенциальных. Например, на этом видео мы видим классическую гипергенетическую форму с распространенной хореей, довольно выраженной. Но, помимо всего прочего, мы видим и дистонию, дистоническую установку, и туловище, и рук. И при ходьбе мы видим это классическое пританцовывание, на которое они редко ссылаются при описании данного заболевания. Конкретно данный пациент, он заболел в 21 год, и мы видим, что он унаследовал данное заболевание от своего папы. И одна из, на самом деле, характерных черт болезни Гентингтона в том, генетических особенностей, то, что существует так называемый феномен антиципации, при котором, если болезнь наследуется от отца, то число цагреповторов может значительно увеличиться, перепередача заболевания, и это приводит к тому, что болезнь проявит себя раньше. Потому что существует обратная пропорциональная зависимость числа цагреповторов и возраста двигательного дебюта. Чем больше цагреповторов, тем раньше болезнь себя проявляет. Нерезко, когда цагреповторов больше 60, болезнь проявляет себя уже до 20 лет, и это приводит к развитию ювенильной формы болезни Гентингтона, которая чаще всего сопровождается вариантом формы, так называемой, вестфалия, это ранее кинетико-ригидная форма. И, в частности, здесь совершенно четко видно, что у пациента с ювенильной формой болезни Гентингтона превалирует кинетико-ригидный синдром, скованность, паркинсонизм, по сути дела, который, если не знать родословную, можно спутать, например, с ювенильной формой болезни Паркинсона. Потому что типичные фризинги, скованность, брадикинезия. И, на самом деле, отличие в том, что это плохо поддается коррекции дофаминологической терапии, и, более того, например, органисты дофаминовых рецепторов могут вовсе приводить к психозу у данных пациентов. И, опять же, как я сказал до этого, при ювенильной форме мы ожидаем, что, скорее всего, пациент у наследовал заболевание от своего папы, а его папа от своего папы. И, собственно, на этой родословной это совершенно четко видно. Есть еще так называемая поздняя ригидная форма. Это чаще всего следующий этап клинический в развитии болезни гиперкинетической, когда уже у пациента значительно уменьшается выраженность хореи и наступает, опять же, скованность брадикинезии. Мы видим конкретно у данного пациента даже кантокармию небольшую, ахеерокинез с двух сторон, замедленность общую. И, опять же, при таком фенотипе нам уже стоит подумать о лечении, потому что нередко для коррекции гиперкинеза насыщаются нейролептики, но в данном случае в них уже может не быть необходимости. Более того, они могут даже ухудшать состояние пациента. Ну вот конкретно данный человек унаследовал заболевание от своей мамы и болеет он уже довольно-таки давно, в течение 13 лет, как мы видим. Можно вопросы здесь? Ну вот это же легкая ситуация, когда у родителей есть гиперкинез, и мы понимаем, что мы заподозрили хорею гендентуна, болезнь гендентуна. А когда нет, то есть нету, либо нету родственник, не жив, или они развелись и не имеют. Это же более сложная ситуация для того, чтобы как-то заподозрить. Ну да, как раз в этих случаях очень важно максимально подробно расспрашивать относительно семейного анамнеза, потому что иногда обычный такой стандартный относительный вопрос, было ли что-то подобное у кого-то в семье, пациент или его родственник, может, или его знакомый могут не так глубоко интерпретировать, как мы хотели бы, и они могут сказать, нет, ничего, ни у кого ничего такого не было. А потом может выясниться, что либо ребенок приемный, либо родитель рано умер в молодом возрасте, и он просто мог не дожить до возраста, когда бы появились у него первые симптомы, но тем не менее он мог передать мутацию своим детям. Более того, важно помнить, что если у пожилого человека, например, в возрасте 70 лет или 80 даже иногда лет, развивается, медленно прогрессирует хорея, и мы можем видеть при этом гораздо менее выраженные психопатологические нарушения, не такую сильную депрессию, но тем не менее что-то есть, легкую тревожность, и даже если ни у кого в семье у этого человека не было никаких двигательных нарушений, первое заболевание, которое необходимо исключать, это болезнь гентингтона, потому что если дебют у пациента болезни гентингтона в пожилом возрасте или выше в таком глубоко взрослом возрасте, например, после 65 лет, то мы ожидаем у него число ЦГ повторов в районе где-то, может быть, 39, иногда 38. Это означает, что его родитель какой-то, от которого он наследовал данное заболевание, мог не дожить до возраста своего дебюта, потому что у него могло быть еще меньше ЦГ повторов, 36, например, но тем не менее он передал мутацию ребенку. И то, что раньше называлось синильной хореей, сейчас уже ни в коем случае так называть не надо, нельзя, нет такого диагноза, как синильная хорея. Если мы видим хорею, прогрессирующую пожилого человека, болезнь гентингтона должна быть номер один в диагностическом ряде. Другой вопрос в том, что если мы видим хорею у ребенка, то в данном случае мы в самую последнюю очередь должны думать о болезни гентингтона, потому что у детей до 20 лет болезнь гентингтона дебютирует, как мы видели, с кинетикой ригидной формы. Если мы видим хорею у ребенка, и при этом хорея у кого-то есть из его родителей, то тут надо думать о наследственной доброкачественной хореи, так называемой, которая может развиваться вследствие мутации в целом ряде генов, и ТИТФ1, и в гене адонелациклаза 5 типа, и в гене фосфодистераза 10А. Сейчас известен уже целый ряд генов, которые ассоциированы с хорей, которые могут дебютировать в детском возрасте. И у них несколько другое, совершенно вернее, другое клиническое течение. Поэтому семейный анамнез – это ключ к диагнозу в сложенных ситуациях, когда вроде как ни у кого нет заболевания, но мы совершенно, ну, очень сильно уверены, что это может быть болезнь гентингтона, направляем на генетический тест. Это является единственным способом, который позволяет подтвердить диагноз или опровергнуть его. И если мы видим, что это болезнь гентгтона… В России где проводится генетическое тестирование, куда можно отправить больного? Можно направить в научный центр неврологии, можно направить в микогенетический научный центр. И ряд коммерческих лабораторий, на самом деле, тоже уже предлагают данную услугу. Они направляют, все равно переправляют кровь в соответствующие центры, которые занимаются. То есть, это пациенты из другого города. То же самое через коммерческую лабораторию. Они могут переправить свои образцы в лабораторию, которая занимается генетическим тестированием. Поэтому это довольно простой механизм отработки. Надо еще помнить, что не только болезнь гентгтона может давать такие проявления, как прогрессирующие когнитивные нарушения и двигательные нарушения. Если мы были уверены, что это болезнь гентгтонного человека, а на самом деле диагноз не подтвердился генетически, есть другие нейродегенеративные заболевания, например, спинцеребулярная атаксия 17-го типа, которые необходимо тогда учитывать при поиске причины болезни. Следующий шаг. Еще один вопрос про медико-генетическое консультирование семей. То есть часто ли в вашей практике члены семьи хотят узнать, насколько они унаследовали? И в отношении детей, насколько принято вообще делать? Это очень важный вопрос, который вы подняли. Действительно, поскольку это наследственное заболевание, существует риск передачи его, и у членов семьи возникает вопрос, а есть ли у нас какой-то риск иметь такую же болезнь? И в данном случае необходимо исходить из того, что если человек находится в группе риска по носительству мутации болезни гентгтонного, то есть он является братом или сестрой пациента, либо ребенком пациента, то вопрос о пресимптоматическом тестировании должен решаться совершенно добровольно. Это решение должно приниматься самим человеком из группы риска. При этом ему должно быть больше 18 лет, чтобы это решение было осознанным и, скажем так, легальным с юридических позиций. Исключения составляют те случаи, когда мы видим у ребенка, когда врач, осматривая ребенка, может предполагать у него ювенильную форму болезни гентгтона, и вот только в таком случае мы можем направить ребенка на генетическое тестирование, чтобы подтвердить диагноз. Во всех остальных случаях детей не стоит тестировать пресимптоматически на носительство болезни гентгтона. Они должны принять свое осознанное решение, когда достигнут соответствующего возраста, потому что далеко не все люди хотят знать свой генетический статус. Кто-то хочет знать, чтобы спланировать свою жизнь, чтобы как-то организовать свои планы. А есть какая-то разница у нас в России, например, в Европе, в США по количеству кто хочет знать, какая-то статистика. Ну, относительно. Наши люди как, они хотят знать или не хотят? Больше хотят. Больше хотят. Да, но за рубежом больше не хотят. Скорее всего, в том числе, вернее, по причине страховой медицины более такой развитой. И нередко тестирование знаний вот этого носительства мутации может быть сопряжено с потенциальными рисками в отношении повышения стоимости страховки, к примеру, или даже устройства на работу. Это тоже является важным ограничивающим фактором. Что касается лечения, здесь же тоже есть сложности. То есть, фактически, у нас нет волшебной таблетки для введения. Но, тем не менее, какие подходы сегодня существуют к лечению? Основной подход во всем мире – это симптоматическое лечение. Это не значит, что оно не такое важное, поскольку оно симптоматическое. Наоборот, оно очень важное, поскольку позволяет улучшить качество жизни как самого пациента, так и членов его семьи. Потому что этот спектр и двигательных, и психопатологических нарушений нередко влияет на взаимоотношения даже внутри семьи. И в этой связи, безусловно, важно всесторонне оценивать человека на предмет потенциальных нарушений и вовремя корректировать их. Соответственно, это спектр лекарств, которые мы можем применять, довольно широк. Для коррекции двигательных нарушений, в частности, например, хореи, мы можем применять тетрабинозин, который истощает запасы дофамина в синаптической щели. Мы можем применять блокадры дофаминовых рецепторов нейролептики. Причем нередко мы начинаем с атипичных нейролептиков, таких как аланзапин или арипепрозол, к примеру. Но в ряде случаев возникает необходимость применения типичных нейролептиков, галлоперидола, иногда даже аминозина на самом деле. Но важно помнить, что у каждого лекарства есть свои потенциальные жевательные реакции. В частности, например, тетрабинозин чаще всего очень неплох для коррекции не только хорей, но и дистонии. Дистония очень часто может значительно ухудшать ходьбу, например, или функцию равновесия. И он может уменьшать и хорею, и дистонию. Но при этом у него есть неприятная особенность, он может усугублять выраженность депрессии или провоцировать суицидальные дели поведения. И как раз в этой связи тоже очень важно активно спрашивать пациента на наличие этих проявлений. Нерелептики тоже могут неплохо уменьшать хорею, но они могут усиливать выраженность дистонии. И мы должны всегда балансировать в плане дозы препаратов, в частности, и набор лекарств, которые мы назначаем. Безусловно, если есть проявления опсивно-компульсивные, депрессивные, тревожные, мы применяем антидепрессанты из разных групп, и селективный ингибитор обратного захвата серотонина. В частности, иногда мы применяем помимо них еще, вместо вернее них, мертозапин, если есть проблемы со сном у человека. Важный момент. Бензодезепины тоже мы можем нередко назначать, но они могут усугублять функцию равновесия, нарушать функцию равновесия. И это важный момент, потому что падение является, как мы говорили недавно, очень важным инвалидизирующим фактором. Опять же, не медикаментозное лечение, о нем не нужно забывать, потому что физическая терапия рационально спланированно играет очень важную роль в поддержании функциональных активностей человека на должном уровне в течение более продолжительного времени. И не всегда все решается лекарствами. Иногда стоит свой фокус в плане тактики введения передвинуть на не медикаментозное лечение, которое может очень сильно помочь. Сергей Анатольевич, у меня вопрос к Вам. Я все время вспоминаю, как на конгрессах Вы всегда говорите, что для хореи Гентингтона скоро появится лекарство. Это единственное заболевание, для которого скоро появится лекарство. Вы можете пару слов сказать еще о том, что нового сейчас такого, что можно ждать все-таки? Можно ждать что-то новое в ближайшие 10-летие? Да, но вот... Генная терапия, то есть Вы участвуете же, да, я знаю. Болезнь Гентингтона из частых нейродегенеративных заболеваний возможно действительно будет одним из первых, если не первое заболевание, при котором будет именно патогенетическая терапия. Причем не в виде экспериментального лечения, а уже общепринятые протоколы, и это будет внедрено в практику. Мы говорим, естественно, о церебральных дегенерациях, потому что, учитывая то, что заболевание очень распространенное и актуальное, собственно, надо сказать, что именно все силы профессионального международного научного сообщества были во многом обращены именно на борьбу с этим заболеванием. И тут, конечно, хотелось сказать несколько слов вообще о некоторых исторических аспектах и какую роль в этом сыграло международное пациентское сообщество. Ну, собственно, интерес к этому заболеванию со стороны общества, со стороны обычных людей, скажем так, появился, можно сказать, не так давно. Это было в конце 60-х годов, когда скончался один из Турбадуров Америки, известный фолк-певец Вуди Гатри. Ну, вот мы знаем, есть ряд заболеваний, которыми страдали многие известные личности. Итак, болезнь Паркинсона, вот, известно, страдал ряд исторических персонажей. К счастью, болезнь Геттингтона не так сильно распространена, но, тем не менее, вот смерть Вуди Гатри, которого называют одним из основоположников фолк и кантри-музыки Соединенных Штаток, она подтолкнула к интересу, к этому заболеванию. Его супруга Маржори Гатри в 1967-68 годах создала такую организацию, как Общество борьбы с болезнью Геттингтона Соединенных Штатов Америки, Huntington Disease Society of America. И это была практически одна из первых пациентских организаций. И вот, в частности, с этого началось вот это пациентское движение, которое в дальнейшем объединилось с международным профессиональным сообществом. Появилась Международная Всемирная Ассоциация болезней Геттингтона. В дальнейшем эта организация во многом способствовала тому, что появилось сообщество специалистов, которые занимаются этим заболеванием. Отдельная рабочая группа по изучению болезней Геттингтона при Всемирной Федерации Неврологов. И, в общем-то, начались интенсивные исследования, целью которых было, собственно, найти причину заболевания, ген этого заболевания. И здесь ключевой, можно сказать, ключевой фигурой можно назвать Нэнси Векслер, исследовательницей из Соединенных Штатов Америки, которой в семье было это заболевание, страдала мать. И она посвятила всю свою жизнь борьбе с этим заболеванием, стала молекулярным нейробиологом, совершала поездки в область Венесуэлы, озеро Маракаиба, о котором говорил Юрий Александрович, собирала образцы ДНК членов этой большой, можно сказать, семьи венесуэльских индейцев, которые страдали этим заболеванием. Там распространенность была колоссальная, до несколько тысяч, на сто тысяч населения. И удалось, соответственно, в 83-м году прошлого века сначала картировать, а в 1993 году клонировать ген этого заболевания. Ну вот была обнаружена причина, из-за которой возникает это заболевание. И понадобилось еще больше 20 лет для разработки терапии. Стало возможным создать генную терапию болезни Гентингтона. В настоящее время проводится экспериментальное лечение, экспериментальные протоколы появились, производятся международные клинические исследования, причем Россия тоже участвует в этих исследованиях. Появилась возможность расщеплять вот этот мутантный белок, продукт гена Гентингтина, который, собственно, оказывает свое патологическое действие. И таким образом влиять именно непосредственно на течение заболевания. Драматически влиять на течение заболевания. По крайней мере, исследования на животных показали эффект этой терапии. Сейчас вторая фаза идет? Сейчас идет третья фаза. Третья фаза. Да, третья фаза этой терапии. Когда в завершении? То есть когда можно будет ждать какого-то? Ну, где-то два с половиной года примерно. И, возможно, планируется в мае оглашение первых результатов по лечению этого заболевания, предварительных результатов. Это не единственный протокол, потому что есть в разработке еще другие протоколы по лечению этого заболевания. В частности, и разработка таргетной такой аллель-специфической супрессии синтеза мутантного гентинктина. Уже непосредственно это с помощью делается аденовирусных векторов. Ну и кроме этого используются эффекты известного и недавно открытого феномена РНК-интерференции по подавлению трансляции гентинктина. Непосредственно уже все это производится в либосомальном комплексе. Для нас очень важно фактически выделять, видеть, находить этих пациентов, потому что в ближайшие несколько лет появятся какие-то методы, которые позволят адекватно помогать. Важно, что Россия участвует. Конечно, то, что вы рассказываете, я все время говорю, что пациентские организации очень много делают для того, чтобы развивать и как-то двигать вперед изучение заболевания и разработка новых препаратов. Я очень рада, что сегодня у нас Марина Николаевна присутствует, потому что действительно мы с вами познакомились уже когда-то давно. Я помню, как вы меня пригласили на общество пациентов, и мы очень много дискутировали на эту тему. Расскажите вообще про фонд, то есть он в каком году был вообще организован, что вы делаете, собственно, для больных, потому что это же... И вообще есть тоже некая проблема, потому что фонды поддержки пациентов часто поддерживают врачи, и врачи что-то делают, пациенты иногда бывают не очень активны. А бывает другая ситуация, когда все-таки пациенты активны, и вот как у вас обстоят с этим дела? То есть расскажите, пожалуйста. Ну, наша организация возникла 5 лет назад. Мы называемся Международный центр помощи пациентам с орфанными заболеваниями «Редкие люди». К работе с пациентами с болезнью Гентингтона, с семьями, нас подключил Федеральный научный центр неврологии. Вот наши замечательные врачи. Мы работаем с ними в тесной такой связке. Основная задача, одна из основных задач, это собрать наши семьи с болезнью Гентингтона по всей России в единое сообщество. Конечно, потому что вместе легче решать проблемы. К сожалению, мы пока единственная организация в России, которая помогает этим семьям. И также, что входит в наши, собственно, задачи? Это юридическая помощь. Мы помогаем больным получать качественную медицинскую помощь и льготные препараты. Также, вот уже 4 года назад мы организовали межрегиональную школу «Здоровье, благо жить», которая, в общем-то, ездит по всем городам России с такими замечательными заседаниями, с нашими врачами из Федерального научного центра. То есть врачи в регионах организовывают эти встречи, собирают пациентов. И у них есть возможность проконсультироваться и у наших врачей. И также наши замечательные доктора, в общем-то, дают новую и полезную информацию и для врачей в регионах. Ну и это очень важная также психологическая поддержка для семей. Потому что люди, которые оказались вот один на один с этим заболеванием, это очень тяжелая ноша. Потому что они многие считают и чувствуют себя изгоями в обществе. И это очень важно знать, что есть такие же семьи. Важно общаться. И очень важна психологическая помощь. То есть вы организуете какие-то встречи такие, которые обмен опытом жизни с этим заболеванием. Мы получили президентский грант на развитие нашей школы. И помимо выездных школ в регионах, мы проводим сейчас большую работу с реабилитационным центром «Апрель» здесь у нас в Москве. Подключили их специалистов. Помимо неврологов, вот у нас теперь работают в нашей команде и специалисты по ЛФК, по лечебной физкультуре, логопеды, психологи. И это очень важно. Это помощь за счет средств грамм? Да, да, да. Для пациентов это бесплатно? Да, бесплатно для пациентов. Причем в этом году, вернее, начали уже в ноябре прошлого года, попробовали работать с ними в таком формате, как поликлинический день. На базе реабилитационного центра в один день пациентов могут принять несколько специалистов. невролог, логопед, психолог, эрготерапевт и ЛФК, физический терапевт. И это очень помогает нашим подопечным, потому что человек приехал на один день и полностью прошел всех специалистов бесплатно, без очереди, не ожидая там по два, по три месяца. Вот, такие у нас уже начались программы. И каждую неделю два, у нас два вебинара. Один со специалистом ЛФК и один с психологом. То есть вебинары проводятся, может подключиться любой желающий по всей России. Вот, и это очень важно, потому что информации по этому заболеванию было мало. Вот, и к специалистам попасть очень сложно. Тем более в регионах, где-то в глубинках вообще врачи-то мало знают про это заболевание. Ну да, конечно, пациентское сообщество, это и вот эта вот поддержка, помощь, и возможность вот этой мультидисциплинарной бригады проконсультировать тут же, особенно пациентов, которые приехали из региона. Это, конечно, колоссальная помощь и поддержка. Ну еще хочу сказать, что социальную помощь оказываем, тоже собираем средства на лекарства, малообеспеченным. В общем, стараемся. А какие-то возможности, там вот вопросы трудоустройства, может быть, как-то, или наоборот, как бы как эрго-терапии, да, как жить. То есть это тоже вот в рамках вот этих консультаций вы осуществляете. Вы же активно сотрудничаете с международными организациями пациентскими. Да, уже. Я вот все время слежу на Фейсбуке, я слежу за Вашими поездками и встречами, и это действительно очень здорово. То есть Вы давно стали взаимодействовать с международными организациями? С самого начала или нет? Ну, наверное, уже 4 года, да. Да, вот Юлия Александрович, он пригласил к нам на встречу с нашими пациентами, пригласил к нам президента Европейской ассоциации Астри Арнисон, и ей очень понравилась наша эта встреча, наши какие-то проекты. Не помню, у Вас пироги. Пирог был, помните? Да, это большие пироги. Большие пироги, это наша коронка. Но, тем не менее, еще, да, я хочу сказать, что всегда на каждой встрече вот наши замечательные доктора, они говорили о том, что очень важно, чтобы пациенты были социально активны. И я все время думала, что бы такое придумать с ними, чтобы как-то их вот взбодрить, чтобы они были активны, и семьи, да. Да, и мы придумали такой проект, у нас проходит фотоконкурс, и на базе вот этого фотоконкурса уже четвертый год подряд у нас проводятся фотовыставки, то есть пациенты у нас фотографируют все, что им понравится. То есть вот любой какой-то момент, который тронул их сердце, их фантазию, вот, и получается у нас очень-очень позитивная, очень яркая выставка, когда люди фотографируют, ну, не знаю, там, солнечный, не знаю, рассвет, там, какие-то божьи коровки, там, себя смеющимися. То есть очень позитивные, очень хорошие фотографии нам присылают. И вот уже 4 года мы организуем такие фотовыставки, они у нас проходят и в Москве по разным учреждениям культуры, как бы это способствует распространению информации о нашем, об этом заболевании. И вот Астри Арнисон, она увидела наши вот эти вот фотографии, ей так это понравилось. И вот уже второй год, то есть эта идея переросла уже и на европейскую часть, и европейцы к нам присоединились, и ассоциация европейская поручает нам, россиянам, проводить европейскую эту выставку. И мы с этой выставкой были уже в Вене, были в Бухаресте, вот на следующем, вернее, в этом году. Надеемся, что повезем нашу выставку в Италию. Задорово. Вот, да, поэтому как-то вот мы стараемся все-таки активизировать нашими семьям. И сами пациенты, и семьи, они тоже активно в этом принимают участие. Да, 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 только наши пациенты, их родственники присылают нам эти фотографии. Вот, все ждут, конечно, призов, тоже мы стараемся как-то это отметить. Я бы хотел добавить вот словам Марины Николаевны, мы очень рады, что вот действительно, фактически вот эта организация «Редкие люди» взяла на себя сейчас функцию интеграции наших семей. Потому что в данном случае мы оперируем понятием «семья». Семья, в котором пациент, в котором его родственники, там лица из группы риска с этим заболеванием. Надо сказать, что, собственно, формально пациентская организация была создана еще в 1993 году в нашей стране на базе научного центра неврологии, но она существовала во многом формально, во многом из-за вот действительно вот этого отсутствия инициативы. Понятно, что в 90-е годы «семья» было не до того, чтобы проявлять активность, да, хотя «Контакты» у нас были очень активные и близкие с международной организацией, и со всемирной организацией, с европейской. Благодаря этой активности нам удалось интегрироваться в профессиональную Европейскую ассоциацию по болезни Гентингтона, вот, и в нулевые годы, вот, в 2007 году у нас даже была такая знаковая конференция с участием ведущих специалистов и президентов Всемирной Европейской ассоциации на базе научного центра неврологии. Но потом к нам подходили члены семьи и говорят, а когда в следующий раз? А мы говорим, ну вот давайте теперь, да, проявляйте активность. И вот только благодаря вот центру «Редкие люди» Марине Николаевне, ее помощице Юлия, вот с их таким энтузиазмом, активностью, ему удалось действительно расшевелить. Расшевелить, потому что это я знаю, да, это действительно очень сложно. Сложно, то есть сейчас действительно она функционирует как полноценная пациентская организация, то есть теперь уже не мы предлагаем какие-то мероприятия, а нас. Мы очень рады, что вот нас зовут, говорят, там Сергей Анатольевич, Юрий Александрович, вот приезжайте к нам, расскажите, вот у нас то-то, то-то проводится. Ну вот это здорово, потому что действительно все-таки эта инициатива должна исходить от семьи, от пациентов. И вот несколько раз на вот эти наши научные конференции выезжали и представители нашей пациентской организации за рубеж. это вот практикуется, приезжают из разных стран, и вот отрадно, что даже не по одному десятку, наверное, уже приезжало. Да, членов семей были некоторые наши люди, которые вообще первый раз, наверное, за рубеж выехали, да, и, в общем, это, конечно, с помощью европейской ассоциации. Ну и в России у нас география уже расширилась, у нас очень много городов. Люди видят, что они не одны вот с этой бедой, что действительно, к сожалению, много и пациентов, и семей, и занимаются, и ученые, действительно, и пациентские организации всячески пытаются помогать, и главное, есть уже действительно реальный выход, реальный свет в конце тоннеля появился. Ну, на этой хорошей ноте мы, наверное, закончим сегодня нашу передачу. Я хочу поблагодарить всех наших докладчиков, и для тех, кто интересуется Хареи Гентингтона в большей степени, да, потрясающее руководство, которое было написано научным центром неврологии, посвященный Хареи Гентингтону, наверное, это первая такая, да, крупная, базовая книга по этому заболеванию. И мне, конечно, хочется сказать, что наличие любого заболевания можно заподозрить, только зная о его существовании, поэтому мы должны развивать, получать постоянно знания. Надеюсь, что сегодня наша передача была интересна и актуальна, и я думаю, что те знания и те видео, которые мы сегодня благодаря нашим коллегам посмотрели, они будут, они как-то помогут нашим врачам в диагностике и лечении этого заболевания. Спасибо. Спасибо вам, что пришли.